Здравствуйте, уважаемые садоводы! Вас приветствует Юлия Кондроденок. Мне часто спрашивают совета, какие сорта яблок, груши вы посоветуете посадить в саду? И вообще, сколько должно быть деревьев плодовых в саду, чтобы обеспечить семью, допустим, четырех-пяти человек плодами в течение максимально продолжительного времени. Я могу сказать следующее. В каждом саду должно быть одно-два дерева два сорта. Один-два сорта летних, один-два сорта осенних и не менее двух-трех сортов, двух-трех деревьев зимних и поздне-зимних сортов сроков созревания. В таком случае, вы будете обеспечены яблоками практически весь сезон, до мая месяца включительно. Какие же сорта можно порекомендовать? Это могут быть и наши старинные сорта, такие как белый налив, широко распространенный летний сорт, это может быть каштеля, это может быть иммант. Здесь дело только в выборе за вами и при обязательном учете климатических условий. Дело в том, что не все сорта, которые нам нравятся, могут у нас произрастать. Например, сорт конференции груши никак не пойдет в Витебской области. Вот. Сорт, допустим, хани крисп тоже не пойдет в Витебской области. И сорт яблонь шампион не пойдет в областях, где есть серьезная проблема с заморозками. Тогда как можно подобрать из имеющихся у нас ассортименте набор, который будет прекрасно себя чувствовать в любых условиях. Итак, из летних сортов можно порекомендовать Елену. Этот сорт начинает созревать на две-две с половиной недели раньше белого налива. Отличается сладким вкусом, очень высокой урожайностью, можно сказать, избыточной даже урожайностью. Сорт склонный к перегрузке. Очень сладкая. Ее еще называют детское яблочко, потому что ее очень любят дети. Но небольшое, удобное, как раз на детскую ладошку. Очень вкусный и очень красивый сорт мечта. Мы ее называем мечта-садовод. Отличается настолько высокой скороплотностью, что начинает плодоносить буквально в питомнике на второй год своей жизни. Плоды очень крупные, усечен на конической форме, такой вот стаканчиком, с очень привлекательной окраской. Желтый, по которой разбросаны оранжево-красные штрихи, образующие румянец. Вкус кисло-сладкий, приятный, очень сочный. Для тех, кто любит сладкие яблоки, безусловно, подойдет коваленковское. Яблоко селекции института плодоводства отличается темно-красной, привлекательной окраской, белоснежной сладкой мякотью. Особенностью этой сорта является способность сохраняться на дереве без потери качеств в течение месяца-двух. То есть, если вы не успели собрать его в августе, вы можете собрать его в сентябре, и он никак не потеряет своих достоинств. Очень похож на коваленковское по форме, но не по вкусу сорт Red Free. Это американский сорт яблок, который имеет кисло-сладкий вкус, привлекательную малиново-розовую окраску с сильным восковым налетом. Из осенних сортов яблок, конечно, хочется обратить внимание на славу победителям. Хотя это очень старый сорт по сравнению с представленными здесь, этот сорт, тем не менее, не превзойден по сочетанию своих качеств, как вкуса, так и внешнего вида. Мякоть, с одной стороны, нежная, с другой стороны, она же и хрустящая, кисло-сладкая, ароматная. Привлекателен также сорт Auxis, и нисходит со сцены по-прежнему Штрейфлинг. Ну и поскольку эти все три сорта все-таки кисло-сладкие, а у нас есть люди, которые предпочитают сладкие, то достойное место займет Полонез, вот как сладкий. А также наш новый сорт яблок Оксамид, который созревает в начале сентября. Но, в отличие от Полонеза, он не способен так долго храниться. При выборе сортов для хранения следует учитывать, что некоторые сорта являются зимними, а некоторые поздне-зимними, у которых срок потребления наступает только в феврале-марте месяце. Если мы берем зимние сорта, это, например, белорусская сладкая, даже веселина, дарунок. Они хороши в декабре, январе и до февраля месяца. Если же мы хотим что-то употреблять и позже, мы должны выбирать такие сорта, как иммант, зорка, память сюбаровой. Очень зимостойкий сорт, очень урожайный. И, например, такой сорт, мало кто о нем знает, это сорт памяти Сикоры. Этот сорт внешне не очень привлекателен, но тем не менее имеет изумительно вкусные плоды. Небольшие по размеру яблочки способны храниться в обычном подвале до июня месяца включительно. А если обеспечить там еще и достаточную влажность, чтобы предотвратить увядание, то этот сорт никаким образом не теряет своих качеств. Если бы им добавить еще красивые окраски, это был бы изумительный сорт. Ну и приобретающий все большую популярность сорт Хани Крисп, он же Арнабель. Под таким названием его у нас начали распространять. Для этого сорта очень важно запомнить, что первые годы он может страдать от подмерзания коры, от солнечных ожогов. Поэтому защищать нужно очень тщательно. Но если дерево дожило до 5-6 лет без повреждений, нарастило хороший скелет, то дальше ему уже наш климат не так страшен. Чем привлекателен этот сорт? Во-первых, очень красивые, крупные, яркие яблоки. Когда на них смотришь, просто греешь глаза. И нетипичная для отечественных сортов плотность мякоти. Он очень плотный, хрустящий и очень сочный. Вкус кисло-сладкий с преобладанием сладостей. По устойчивости к болезням, к парше частности, могу сказать, что данный сорт требует защиты. Как минимум стандартный. То есть это не менее 4 обработок за сезон, включая обязательную весеннюю, обязательную поздне-осеннюю обработку для искоренения инфекций. В остальном это вполне достойный сорт для регионов с умеренным и теплым климатом. Все-таки регионы Витебская область, Подмосковье это не самое лучшее место для их произрастания. Сорт будет подмерзать. Что касается выбора сортов груш, то здесь, учитывая, что летние сорта груш очень быстро теряют свои потребительские качества, мы обычно рекомендуем посадить один летний сорт, один осенний и один-два сорта зимних. Из летних сортов хотелось бы рассказать о сорте кудесницам. Это наш новый белорусский сорт груши, который отличается крупноплодностью, очень приятным вкусом, нежной, маслянистой мякотью. Окраска у него темно-зеленая, без румянца. Сорт очень урожайный и в условиях Беларуси очень зимостойкий. Сейчас он уже довольно-таки известен, заканчивает проходить сорты изучения. Думаю, в будущем мы сможем сказать более точно, в каких областях он сможет расти успешно. Но в условиях центрального региона этот сорт высоко зимостойкий. Устойчив к парше. Из сортов более позднего срока созревания, кудесница все-таки, я бы сказала, один из самых ранних сортов, на конец августа-начало сентября хотелось бы предложить такие сорта, как августовская роса российской селекции и десертная росошанская. По своим сочетаниям таких качеств, как зимостойкость, урожайность, вкус, внешний вид, сорт августовская роса наибольше приближается к идеальному сорту. Десертная росошанская – это непривычная для нас груша с округлой яблоковидной формой плода. Мы привыкли все иметь грушу. Типичный, так сказать, грушевидный, а здесь буквально яблочко. Но, тем не менее, вполне достойный сорт. Высокозимостойкий в наших условиях, очень урожайный. Могу сказать, что мы снимали с молодых деревьев плодыра десертной росошанской весом до 600 грамм и более. На осенний период безусловный лидер, безусловная фаворитка – это просто Мария. Просто Мария широко распространилась еще до того, как прошла госсортоизучение и в Белоруссии, и в Российской Федерации. Это изумительный сорт по сочетанию вкуса, размеров, качества, зимостойкости. При правильной обрезке сорт имеет очень высокую нагрузку урожаем. Способен храниться в условиях обычной холодильника до ноября месяца включительно. Главное условие – это правильно снять с наименьшими повреждениями кожицы. И уложить желательно в два слоя, не больше. Все-таки груша – культура более деликатная в этом плане. И еще один наш новый сорт – это осенний сорт – вилия. Тогда как просто Мария желтоватая зеленая, вилия имеет ярко-желтую окраску, более вытянутую форму, но тоже отличается приятной, полумаслянистой, сочной мякотью. Вкус очень хороший. Из зимних сортов, повторюсь, что желательно посадить в своем саду хотя бы одно дерево завеи. А из традиционных сортов можно порекомендовать, например, североамериканский сорт Паттен. Это довольно-таки старый сорт, ему скоро исполнится 100 лет. Но он очень хорошо акклиматизировался в наших условиях. Он не подмерзает даже в условиях Витебской области. По озере прекрасно себя чувствует. Плоды неплохо хранятся. Для тех, кто любит груши с хрустом, можно посоветовать Толгарскую красавицу. Пожалуй, это уникальный сорт, даже по своей форме, по своему содержанию. С хрустящей, сочной, чисто сладкой мякотью. Срок потребления с сентября и до февраля месяца. А краска при съеме темно-зеленая с темно-красным румянцем. При хранении она становится ярко-желтой с ярко-красным румянцем. Форма бутылкообразная. Кто-то говорит кегелька, кто-то бутылочка. Но тем не менее все сходятся, что на качестве это никак не сказывается. Сорт пользуется очень большой популярностью. Из недостатков могу сказать только то, что в областях, где климат пожестче, наблюдается подмерзание древесины. Этот сорт не привык к резким перепадам температуры. То есть в Минской области и южнее этот сорт идет просто великолепно. В севернее есть вопросы по состоянию коры. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. И мы ждем вас весной к нам в гости.